здравствуйте друзья я подумал что сейчас подходящий момент ответить на один из вопросов которые у нас есть это наш зритель интересуется вот вы занимались страхованием говорит он и расскажите о профессии страховщика и вообще что там происходит я хочу сказать что я на самом деле очень и очень подробно во всех деталях описал этот период моей жизни и профессию со всеми тонкостями бизнеса на форуме говорим про ест а у меня есть такой кирпич где я рассказываю о нашей эмиграции в частности на этот кирпич есть ссылка в описании к каждому видео которое я вывешиваю в частности вот к этому просто отдельные ссылки можете почитать но я так раз уж мы в таком жанре разговорном то я туда расскажу вот то что по памяти не не читая а просто вот то что в голове сидит значит началось это все в очень не не сладкий период экономического развития страны это было как раз когда обвалился интернет бум и взять вот у меня было хозяйство было шесть классных комнат на этаже эти шесть классных комнат и там бурлила жизнь днем и там ночью и так далее и и вдруг вот буквально там за несколько месяцев все это превращается в абсолютную руину и не в один день конечно потому что первое время там когда это все начало сыпаться и люди стали терять работу первое время unemployment давал деньги людям на повышение квалификации и как бы у нас довольно много студентов было которые потеряли работу и приходили чего-то еще получить то есть это это не мгновенно но именно новых студентов а ну а чего учиться если работы нет правда вот и наступил момент но года через два наверное уже от момента когда начало сыпаться когда я вел группы там по два по три человека ну просто чтобы не останавливаться а помещение у нас есть и сотрудники есть но как то а чё вроде надо чем-то заниматься она так потихоньку сыпется и в этот момент на моем жизненном пути возник человек я его в наших мемуарах называю хромой абрам но он он не был абрамом он не был хромым но просто так его имя и фамилия немножко корреспондируется в реале а называть его я не хочу вот поэтому но пусть будет хромой абрам и вот этот хромой абрам он был его лет шестьдесят семь шестьдесят восемь он как бы был на ретарменте на пенсии но так активно спонтом чем-то занимался у себя из дома его жена тоже сидя дома там что-то делала медицинское страхование как-то я не знаю ну то есть может быть они там какие три копеечки подрабатывали но так в основном были на на пенсии и он такой весь с понтами растопыренный из одессы так они одесситы они так люди яркие любят так рассказать что-нибудь ночью короче вот этот хромой абрам он позвонил маке и говорит так мало так вот я пишущий человек я публикуюсь и там называет какие-то очень солидные издания русскоязычные в америке там новое русское слово в этом панорама но и нагаду хочу вот о вас написать он меня не мог этим удивить обо мне много писали и я сам пишущий там все такое приходящий пожалуйста напиши и он приходит ко мне домой и он не сразу как-то показался странным немножко потому что он вроде бы пришел интервью брать а на самом деле он как-то очень рассеянно слушал почти почти не слушал то что я ему говорил отвечая на его же вопросы как-то вот я уже задним числом то я понимаю что это он у него такой метод маркетирования был то есть он делал вид что хочется тебе написать то есть он к людям которые с его точки зрения достаточно состоятельные он подкатывался например на предмет того чтобы о них якобы написать а на самом деле он предлагал им некоторые услуги чудовищные по своей безумности и расточительности но просто какую-то дрянь но эти услуги были интересны тем что платили какие-то совершенно баснословные комиссионные тому кто умудрялся их продать что неудивительно что продать такое очень сложно ну и короче так вроде мы познакомились и он говорит вот он страхованием занимается так между дел и а мы в то время как-то не были заняты особо ну то есть были заняты но так было много пространства для мысли и супруга моя ей там понравился один вид страхования про который этот абрам начал рассказывать это так называемый long term care это вот если ты уже немножко немощный или сильно немощный и вот кто за тобой ухаживать будет и откуда там деньги на это возьмутся и так далее поэтому она говорит ой это так интересно и ей захотелось этим заниматься и она мне говорит пойдем вместе сходим на курсы получим вместе лайсенс или даже ты не будешь получать я одна получила просто чтоб не весь веселее было вдвоем и вот так вот и началось что я с ней туда пошел на эти курсы она потом как-то ей разнонравилось этим заниматься там через какое-то время а я так вот значит и остался хотя у нас у обоих лайнзи она до сих пор делает кое-что в медицинском страховании и на корпоративном уровне и индивидуально у нее до сих пор есть какое-то количество там людей которых она значит обслуживать ведет но так как серьезное такое занятие большое мы на ее стороне перестали этим заниматься а я так вроде начал но это было фактически страхование жизни да то есть это не это не было страхование там домов или машин и лицензия у меня была на страхование жизни но по мере того как я как бы начинал вникать в это во все до меня дошло что ну как бы кидалово там такое значит что он все врет он абсолютно ничего не понимает то есть одно то есть его знания равны просто нулю что он проходимец и в общем и в целом ну то есть ни одному слова верить нельзя и бред какой-то я думал что меня кто-то в бизнес ведет научит а тут на просто полная какая-то такая и ерунда но я позвонил приятелю который меня живет на восточном берегу в коннектикуте мы давно еще когда-то были знакомы в ссср а моя жена с его женой они сидели за одной партой в киеве в школе короче вот я ему позвонил позвонил а он такой же брокер состоявшийся много лет я могу вот что не так что вот что мне не хватает он говорит понимаешь он говорит конечно там комиссионные когда ты продаешь страховку жизни там больше но не то чтобы за тобой кто-то ходил это ты должен за всеми гоняться и они от тебя будут отбиваться а вот когда ты например торгуешь страховками на машины и дома люди тебя сами находят вот не хватает этих агентов постоянно идет как бы поиск поэтому ты начни вот это делать а если тебе нравится страховать жизнь то ты параллельно попутно тем людям которым ты страхуешь там дома и машины соответственно и кого-то ты еще и жизнь застрахуешь и в общем то есть он дал такой совет ну что делать я пошел получать лайсенс на то чтобы торговать уже домами машинами страховка это один отдельное лицензирование и значит получил лайсенс но там есть такая тонкость что для мало иметь лайсенс надо чтобы тебе страховая компания дала разрешение продавать ее продукт это называется appointment чтобы тебе дали appointment и в общем и в целом страховые компании довольно переборчивые и далеко не каждому дают этот самый appointment то есть на фактически начать вот с нуля сказать я вот самостоятельный чек я ребят не лазер получил сейчас пойду делать бизнес ты не можешь просто потому что тебе никто не дает делать этот бизнес то есть ты должен пойти к кому-то кто тебя возьмет к себе и ты будешь из под него из под его лайсенса работать вот так получается но была компания и сейчас есть известно это я уже лет 80 она в бизнесе называется фармарс иншуранс у фармарс иншуранс есть такой ну как бы сказать путь что ли то как они делают бизнес они просто берут новичков обучают их и людей являются агентами фармарс это большая компания так калифорнийская компания это не из другого штата есть еще есть фармарс третья в стране по размеру компания которая торгует вот в этом виде в этом виде бизнеса работает есть еще более крупный пол стоит и стоит фарм достаточно большая компания в калифорнии она очень очень сильно и мы когда-то даже были сами в ней застрахованы этом поначалу они для новичков всегда давали очень хорошие условия короче фармарс так фармарс пришел я к дистрик менеджеру там есть такие дистрикты региональные такие менеджеры и я к нему пришел мы поговорили он кит вперед вот тем более лайсенс есть обычно они берут людей просто с улицы и те получают лайсенс под их присмотр а я уже вообще с лайсенсом был ему это даже понравилось но он как бы потихоньку вам не разочаровывался потому что у меня был такой скептический ум и я когда слушаю чего то я не воспринимаю вот как за чистую монету а я так начинаю смотреть с разных сторон я все время какие-то сомнения высказывал вопросы может быть такие задавал он как-то в какой-то момент понял что со мной может быть трудно работать или что-то но дальше получилась такая история что где клиента ты брать но он у молодец но хорошо вот ты лайсенс получил вот ты можешь продавать там страховые полисы компании фармарса клиент где и я-то думал поначалу что поскольку я знаю очень много людей по школьному бизнесу то и они как бы к нам придут страховаться но выяснилось что это не так люди которые тебя знают по одному бизнесу абсолютно никакой склонности не проявляют прийти к тебе когда ты двигаешься в другой бизнес они предпочитают того кто в этом бизнесе хорошо стоит и давно работает нежели вот там как и новичка который сам еще может быть не очень понимает что творит то есть со временем к нам пришли очень очень многие наши бывшие студенты и бывшие настоятельные нынешние но это не происходит сразу это это процесс это требует какого-то времени ну вот я значит стал заниматься страхованием и поскольку клиентов никаких у нас не было я дал объявление в газетах там русских но это был ноль то есть отдача была ноль если допустим раз месяц какой-нибудь позвонит человек но обязательно сумасшедший то есть нормальный не звонит в общем такое интересное дело и еще в то время как-то не было на интернете на интернете такого бизнеса большого то есть агенты которые существовали и люди которые тренировали агентов они не понимали что на интернете есть бизнес они говорили никакого интернета личный контакт обзваниваем по телефонам назначаем аппойтменты значит там три аппойтмента на одном ты собираешь информацию на втором аппойтменте ты приходишь с предложением там и так далее чем короче как это жуткая такая патагонная система но обзвонки это очень просто сейчас нанимаешь людей платишь им там 15 там долларов в час они обзванивают значит назначают тебе аппойтменты вроде такая простая схема тогда еще можно было звонить и делать солиситейшнс по телефону сейчас нельзя и вот значит нанимали людей но во первых это было чудовищно дорого после через агентство нанимали во вторых отдача была просто никакая то есть себестоимость одного страхового полиса написанного таким образом она была какой-то чудовищно высокой это было абсолютно не работающим ну нет ты можешь сам звонить конечно если хочешь вот садись и звони но у меня все-таки школы и бизнес и хоть какой-то но она там как-то крутилась и там всякие дела я я не мог и ну кроме того это чересчур как-то не знаю не мое было вот я срубил быстренько веб-сайт и и вот у нас школьный портнов даткам а я не знал как его назвать там я назвал по простому портнов . нет вот он и сейчас есть только сейчас это сайт для наших онлайновых образовательных значит программ а в то время вот значит я прикупил этот веб-сайт под страхование вот это портнов . нет и сделал быстренько сайт и на меня начал сыпаться трафик то есть люди заполняли формочки и что-то звонили и тогда и туда-сюда но почему-то это был в основном коммерческий бизнес то есть страхование коммерческое какие-то маленькие бизнес очки офис очки и я начал их так подписывать потом я начал покупать так называемые лиды то есть есть большие сервисы которые дают мощную рекламу а когда люди форму заполняют что им нужна какая-то страховка они перепродают вот эти формы страховым агентом так называемые лиды бизнес лид и вот я покупал на существенные суммы то есть я когда бизнес открыл начал я положил 50 тысяч на на счет в банке и сказал вот я буду тратить эти деньги на раскрутку потому что если я не положу денег а буду делать это как бы собственным временем то я просто не смогу быстро раскрутиться это займет много времени плюс у меня сотрудники плюс офис там и так далее в общем я положил эти 50 тысяч и в частности покупал на них эти лиды и мы начали быстро писать довольно много бизнеса и собственно так оно пошло и поехало мы следующий раз поговорим о том какие там плюсы какие там минусы и что из себя это все представляет но вот просто то как мы состоялись в бизнесе я могу сказать что значит доходы наши удваивались раз в год то есть я три года был агентом фармерс и если взять доходы за первый год за второй и за третий значит у нас каждый раз удваивалось и в конце третьего года у меня приходило где-то 11 тысяч в месяц были поступления так мы раскрутили более-менее и конечно если бы я был один и сидел бы в комнатке там 10 квадратных метров то наверное это то есть дешевом каком-то помещении то есть само по себе 11 тысяч было бы уже неплохо так можно жить но поскольку у меня были сотрудники там и надо было там часть комиссионных отдавать этим сотрудникам я не могу сказать что у меня там из этих 11 тысяч там я больше чем там может быть полторы две мог взять домой себе в карман положить но оно росло и как бы оно было таким очень многообещающим кроме того все таки у нас была школа и мы совмещали это все вот но потом мы поговорим о страховом бизнесе о достоинствах о недостатках и если у вас есть вопросы какие-то вы задавайте и я тогда в следующий раз когда буду на эту тему говорить я уже более подробно расскажу счастливо